Владимир Ильич, с 1986 года Вы занимаетесь ректификацией, это уже получается почти 32 с чем-то года. Ректификация, это получение спирта, но важен, как я понимаю, еще и второй этап, это когда необходимо довести полученный спирт-ректификат до уровня питьевого. Поделитесь, пожалуйста, Вашим методом, как Вы это делаете, Вашей технологией получения питьевого напитка. Ну, во-первых, под словом спирт подразумевает все разные вещи, иногда подразумевает просто какой-то крепленый дистиллят, очень крепкий дистиллят, ну там в районе 90-95%. Я говорю, вот часть всего, мы говорим на нашей фирме, когда говорят спирт-ректификат, это действительно ректификат. То есть не 95, не 93, а именно 96, с половиной, 96,6 может быть, ну в любом случае, когда концентрация спирта выше 90%, ну 96%. С этого момента, в общем-то, уже качество, на качество спирта не влияет повышение концентрации в дальнейшем. Понятно, да? То есть некоторые вообще пытаются достичь точки аэотропа, это стремятся туда, это только лишние затраты энергии, высоты колонок и так далее. На вкус как-то это не сказывается. Важнее, например, там применять царгу, значит, пастеризации, вот, для того, чтобы еще повысить качество спирта, например. Итак, все-таки, мы подразумеваем спирт-ректификат, те, кто подразумевает дистилляты крепкие, значит, и всегда там есть обсуждение, кого куда лить. Короче, значит, если дистилляты крепкие, то они содержат еще какие-то хвостовые фракции, головные, может быть, фракции, но в основном хвостовые фракции. То, кого куда лить в воду, в спирт или спирт в воду, это важно, потому что, то есть важно лить именно в воду, лить, ну, спирт, как они говорят, но если это крепкие дистилляты, то это уже важно. Тогда не происходит образование, ну, помутнение раствора. Если наоборот будет помутнение раствора. Даже если чистый. Слово чистый опять, я же говорю про дистилляты, просто некоторые называют спиртом крепкие дистилляты. Мы называем, что мы называем спиртом именно только ректификат, если это не крепкие дистилляты, то в этом случае получается, кого куда лить не имеет значения. Лишь бы получилось 40%, и все. То есть ни помутнение раствора, не получается ничего. То есть направление, как бы, растворения не имеет значения. Проговорю еще раз о том, что продукт, который вы получаете, неважно спирт, воду или воду-спирт. Абсолютно. Что самое главное, значит, ну, после разбавления, естественно, я осуществляю перемешивание. Перемешивание осуществляю просто интенсивным вращением бутылок, который осуществил разбавление. Именно таким вот образом. Произошло, значит, перемешивание. Все. После этого надо, чтобы, ну, приблизительно 20 дней там, приблизительно постоял, и тогда спирт с водой образует. Ну, 3 недели. Ну, 3 недели, да. Ну, в общем, это не очень принципиально в этом отношении. Дальше разговор может идти только о вкусовых некоторых предпочтениях. Вот спирт, который разбавленный, ну, после наших установок, он получается достаточно мягкий, но водка из него обладает некоторым вкусом, отличным от водки, который продается в магазине. То есть человек, который до этого выпивал водку магазинную, всегда, ну, слово всегда, это имеется только из магазина, но не потреблял разбавленный спирт с водой из домашних установок, он может найти некоторые отличия между этим. И это отличие ему может не понравиться. Я не говорю о качестве. Вредность от наших напитков минимальнейшая по сравнению с водкой, которая продается в магазине, это 100%. Но вкусом может отличаться. Итак, в чем это может быть заключено? Ну, в основном это вот на всех водочных заводах тоже получают спирт-ректификат, разводят с водой, но потом обязательно, ну, кстати, там даже и разведение спирта с водой осуществляется в потоке. То есть так называемых трубках вентури. То есть когда происходит смешение двух растворов в каком-то месте, а потом трубка резко расширяется, происходит вскипание, образование, ну, там идет кавитация. В этот момент происходит мощное смешение. Это вот то, что я говорил, когда вот так будут поболтать в домашних условиях. А на заводах там происходит именно такое, кавитационное смешение между спиртом с водой. Но вот следующий процесс, там обязательно идет углевание. Почему-то все представляют, что это, ну, типа спирт с водой, то есть водка очищается. Нет, это не то совсем. Никакого очищения там уже не может быть. Уже ректификация прошла. Наоборот, при проливке спирта через уголь, там происходит его разложение. То есть образование некоторых альдегидов, ну, и даже головы, хвостовых фракций одновременно. С которыми мы боролись. Да, с которыми мы боролись до этого. Но водка приобретает тот вкус, к которому мы слово в кавычках поставим. Я уже давно отвык, а многие к которому привыкли. Короче, углевание это, короче, не очищение этой водки. Это придание ей вкусов привычного для данного конкретного человека. Если ему не нравится спирт с водой разведенный, 20 дней отстоявшийся, не нравится. Углюйте. Но обязательно надо спирт проливать через уголь. Почему? Некоторые говорят, можно насыпать угольный порошок, а дать ему отстояться. Но тут вы нанесете катастрофически вкусовой урон спирту с водой. Он еще больше разложится, и вы получите уже совершенно безобразную водку. Ну и что можно дальше продолжить? Дальше, ну, во-первых, действительно, опыт потребления водки гигантский. Изготовление гигантский. Но сейчас у меня и вкусы меняются с возрастом постепенно. Во-первых, я и раньше не любил дистиллятор. Понятно, я это уже говорил, за это меня ругают. Ну, извините, мужики, ну, вот так вот, у всех вкусы разные. Тем более, я прекрасно представляю, сколько в них вреда. Я это лично представляю. Даже те, кто перегоняет, например, если куб открыть после перегонки, вот в горячем состоянии, и вдохнуть оттуда пары хвостовые, это, ну, просто это, ну, честно говоря, слезятся глаза даже. Ну, бог с ним. И понимая, вот что такое вред там находится, я, правда, не могу употреблять дистиллятор. И вообще, я слишком чувствителен к запаху самогона. А вот там самогон, фактически. Ну, я так считаю. С этим бороться. Короче, у меня сейчас и вкусы тоже изменились. Я не предпочитаю ни водку. Раньше я очень делал много настойок, всего возможного. Там кофейных ликеров, там, я не знаю, яичных. Ну, черти что делать. Настойками всякими пользуются. Ну, в общем, я ее до сих пор. Ну, из настойки я до сих пор предпочитаю только одну. Настойку это клепаную. Иногда в холодное время года предпочитаю иногда, ну, хреновуху. По собственному рецепту. Ну, честно говоря, она быстро достаточно надоедает. И, в общем, опять требуется, опять дождаться следующих холодных времен, чтобы опять с удовольствием выпить ремочку такой хреновухи. Сейчас я предпочитаю уже разбавленную напить, так называемую лондри. То есть, сильно разбавленную водку с каким-нибудь, ну, клюквенным раствором, яблочным, еще с чем-нибудь. Ну, короче, вот слабые напитки алкогольные приготовлены из моей водки. То есть, я попытаюсь резюмировать. Получили спирт-рактификат, разбавили до питьевой крепости водой, дали отстояться 20 дней, ну, или 3 недели. Либо углевать, потом настояться. Углевание сразу? Ну, да, можно провести сразу, потому что от этого хуже не станет, лучше не станет. Вот, и дальше уже либо лондринки, либо чистые. Да, это уже любые настройки и так далее, по любой вашей фантазии. А я вот, когда вы отвечали, себе пометил, прям вот хочу зацепиться вопросом. Вы сказали, что домашнее лучше, чем любой магазинное. Магазинное же тоже разное бывает по качеству. Там, например, тот же, сделанный из декса. То, что, там, не знаю, за рубежом, там, каких-то, там, пробуешь, она немножко отличается, водка. То есть, тут же вопрос... Легко отвечу на этот вопрос. Значит, у нас однажды, в нашу спиртовую установку, мы приехали покупать заводчане водочные. Те, кто делают водку. И я им задаю вопрос, зачем? На что они мне отвечают? Все очень просто. Мы делаем, мы прекрасно знаем, что коллективационная колонна. Прочитали ваш сайт, мы поняли, что у вас, ну, как бы, достаточно технически грамотно все сделано. Вот, и мы хотим получать элитный, элитный спирт. То есть, они получают, например, на завод какой-то спирт, ну, какого-то, допустим, высшего сорта, не высшего сорта, другого сорта, но берут этот спирт и его переделывают на наших установках, превращают в элитный какой-то спирт. После этого делают водку. И эту водку дарят потенциальным покупателям. Те, кто в магазинах потом из магазинов, берут себе себе. Те видят существенную разницу, просто небо и земля, ну, и к ним едут, а они уже льют, бодяжат все, что угодно. Приблизительно так же создаются и новые марки. Я это, например, мне просто было интересно. В свое время появилась водка дорогая, ну, веришь, как только она пилась, решил ее попробовать. Купил бутылочку, попробовал, да, действительно, отвечает достойному качеству. Прекрасная водка. И попробовал ее через год. Правда, купил точно такой же размер бутылки, они в столе уже разном. Короче, водка через год стала хуже, чем была на самом начале. То есть, заводчане что делают? Покупают спирт люкс, допустим, и делают водку. И раскручивают эту марку. А люксов всем не хватит. Ну, имеется в виду, спирта люкс на всех не хватает. Потому что здесь делается водка из него и отправляется за рубеж. Потому она так ценится, в общем-то у нас. Ну, за рубежом она ценится. Говорят, вот русская водка. Потому что она делается из люкс и отправляется за рубеж. И люкса всем не хватает. С заводов спиртовых. Спрос есть. Интересно даже, почему они делают. Ну, почему? Потому что спирт, который получается на заводе, он получается точно так же, как у нас на реквизионных колонах. То есть, там есть один сорт, другой сорт, третий сорт. Ну понятно, какие-то сорта существуют. Из них какая-то доля существует люксового спирта. Понятно. Условно говорят, что дома делаем, используем царку, по стерилизации мы можем люкс же получить? Да, конечно. То есть, получается питьевого спирта много, а люкса получается вот столько на заводе. Его, в общем, когда делают уже водку из этого люкса, отправляясь в рубеж, там все ура за русскую водку. Вот. И потому раскрутка новой марки какой-то идет именно через спирты высшие очистки, какие-то через люкс идет. А потом уже можно лить все, что угодно, когда раскрутили бренд. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok